Всем привет! Привет! Всем ребят привет! Приветики, приветики! Вот я уже за городом, ребят. Сделал одну заявочку. Сейчас еще одну сделаю. Ребята там собрали меня. Сегодня что-то срочно, срочно надо за город. И заявочки было сделать. Вот одну сделал, сейчас еще одну в городе. Утром пришел, завел Газель. И вспомнил, у меня же там колесико одно подспущенное. Хотел на Газели поехать, потом думаю, нет, рисковать не буду, поеду лучше на своем. На Тойоте лучше съезжу, понадежнее будет. Съезжу лучше я, а потом уже на Газели поеду. Возьму денежку на колесо и сделаем колесо. А то мало ли, еще запаски нету, колесо сдуется и будем стоять тут на трассе, как дураки, блядь. Ну я нахрен, блядь. И ключей там нету, ничего там нету, короче. Так что не стал я рисковать, вот поехал. Такие дела. Все. Как говорю, едем, смотрим, ребят. Едем, смотрим. У нас здесь непонятно какая-то, то ли авария, то ли что, то ли припарковались так неправильно. Что-то пробка, пробка, пробка. Непонятно. Кто-то где-то, что-то как-то. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Такие, а, догнал что ли он? Догнали, догнали. Давай, давай, ай, субарись, догнал. Ну догнал немножко. Ну че, блядь, разобраться не можете, блядь. Не буду сейчас, блядь, всех держать, блядь. Петушки, блядь, разговаривайте. Там вообще ничего нету, вообще ничего нету, вообще, блядь. Даже царапины нету, блядь. Я, блядь, сейчас буду там мусолить, блядь. Блядь, оленей, блядь, зла не хватает, нахуй. И людей задерживаем, блядь. Ладно, я сильно не тороплюсь, они же люди и торопятся. Да и вообще, блядь, че там стоят, разговариваются? Отъехали и все. Сейчас европротокол есть. Не нравится тебе? Европротокол, быстро заставили и уехали. Нет, сейчас будут разговаривать, кто кому должен. Ё-парасаты, мэй. Ё-каламаны. Так, едем, короче, чай купим. Чай, сахар, ребят. Ну что, ребят, чаю купили, кофе купили, сахар купили. Нормально? Нормально. Стал, короче, покурить. Время у нас уже... А сколько у нас уже время? Время уже 12.06, ребят. 12.06, две заявочки сделали. И там еще сейчас будет отправка, ребята собирают. Сейчас на отправочку они соберут. И там небольшие три заявки будут, четыре заявки. И будет нам счастье. И надо будет заехать подписчику посмотреть. Здесь от нас недалеко посмотреть. Обратно поеду пружины посмотреть. И вот Евгению надо посмотреть сидушки. Но сидушки далеко на Змеинке сегодня не посмотрю. Так что, Евгений, пока извиняй. Сидушки далеко. В ту сторону поеду на днях, тогда посмотрю. Сейчас пока нет возможности. И едем. Смотрим, ребят. Поддерживаем канал, подписываемся. Все как всегда. Не стесняемся, не стесняемся, ребят. Завел газель, ребят. Завел газель. Завелась без проблем. Как обычно. Только ручка тебе. Когда газуешь. Коробка. Что с ней? Что с ней? Слушаю, короче, новости про наш автопром, ребят. Это вообще какой-то другого производства. Ну, фордовская, скажем. Фордовская. Фордовская. Возможно, уйдут с российского рынка. Но это пока предварительные. Предварительные. Форды уйдут с российского рынка. Объявят по своих планах. А, в Ульяновске что-то будут грузовики собирать, японские. Так что вот такие дела. Ниссан. Ниссан. Кроссовер какой-то будет собирать у нас в России. Сложно сказать. Но, видимо, вот такой небольшой. Вот такие дела. Один автомобиль. Один автомобиль. Ого. Все-таки маленький кроссовер с миниатюрным, со всем багажником, у нас не пошел. Не пошел. С миниатюрным фордовым ледникам. Есть много автомобилей, которые теоретически можно было завести в Россию. И продавать здесь. Вообще, в этом году, 19-е наступившего, у нас ожидает очень большое количество новинок. Практически каждая компания объявила о том, что будет в течение года выводить на рынок какие-то новые модели. И это очень интересно. Даже вот я был тут на днях на пресс-конференции руководителя АвтоВАЗа, который считал, что 18-й год был очень удачным для предприятия. Очень удачный. О том, что 20% рынка АвтоВАЗ занял. И о том, что в 19-м году большие планы еще по увеличению продаж, увеличению производства. И, в частности, говорили о том, что в течение года вы ждите, будет обязательно такой сюрприз, такой сюрприз. Вот почти. Я, право слова, не могу представить, что же это будет за сюрприз, но мы ждем и от АвтоВАЗа каких-то новинок. Сюрприз какой-то будет от АвтоВАЗа, ребят. Это первый завод будет в России. Охренеть. В России есть производство грузовых автомобилей «Мерседес». Это, между прочим, несколько СПС «КамАЗа». Более того, компания «Даймлер», собственно, марка «Мерседес», но компания называется «Даймлер». Один из крупнейших акционеров нашего «КамАЗа». Он 15% принадлежит ему. И, соответственно, грузовые автомобили «Мерседес» в России собирают давно. А вот «Легковых» не собирали никогда. Они одна из последних компаний, которая здесь купила к строительству собственного производства. И должны открыть завод весной. В Солнечногорском районе Московской области. В Московской области будет. Поселок. Там тоже индустриальная некая зона. И вот завод уже готов. Оборудование завезено. И, понимаете, идет оплатка. Вот так вот, ребят. В этом году тоже говорит, что начнет строить собственный завод в Калининграде. В Калининграде будет строить завод. Досели в Калининграде. Ничего себе. Собирали автомобили BMW на мощностях нашей компании «Автотор». Но теперь немцы говорят, хотим строить этот завод. Вот, пожалуйста. Вы знаете, у нас есть же. некие предубеждения к машинам, собранным в России. Считается, что они собраны менее аккуратно. Вы знаете, они будут про место проклят. Да, знаете. Да не грустно. Считаю, что мы во многом живем немножко представлениями старыми. Во-первых, компания... Интересная, интересная передача. Какой-то открывает свое производство. Оно же важно, где это производство. В России, в Турции или там, я не знаю, в Египте. Главное, есть критерии самой компании. Она не допустит, чтобы с брендом той или иной фирмы выходило барахло. Потому что это, в целом, подрывает доверие к самой марке, в первую очередь. Поэтому у нас все заводы, которые здесь есть... Так что заводы будут японские, немецкие у нас. Так что вот такие дела, ребят. И, соответственно, насколько я знаю... Ну, не хватает у нас машиночтей, конечно, в российском автопроме. Не хватает. Например, тот же самый помянутый мной завод автотор, который собирает BMW в Калининграде, несколько лет подряд признавался лучшим сборочным предприятием BMW вообще по всему миру. Да? Вот так вот в Калининграде собирает BMW. Большинство из нас ездит давно уже на российских автомобилях. Считаю, что это немецкие, а с точки зрения юридической, это считается российские автомобили. 80, примерно 2-83% всех автомобилей, которые продаются на нашем рынке, собраны в России. Вот так вот. А как вам кажется, почему друг Мерседес решил строить завод свой? Наш российский рынок перспективен, много богатых людей. Наш российский рынок считается вообще самым перспективным в Европе, однозначно. До 2014 года мы были на втором месте в Европе по продажам. Иногда по некоторым месяцам занимали первое место по продаже. Потом случились некие экономические и политические события. Мы съехали примерно сейчас на пятое место в Европе. Но потенциально российский рынок по-прежнему остается самым перспективным. Вот так. Самый перспективный. То есть без автомобиля никак. Без автомобиля никак. У нас, собственно, очень невысокое количество автомобилей. У нас тысяча человек есть такой параметр. Он у нас примерно в районе 300 автомобилей. В то же время, как и не самых богатых странах в Восточной Европе, 400-500 автомобилей. То есть нам есть куда расти. И самое главное, вот наши постоянные... Вот такие мы услышали новости, ребята. Обязательно присутствуют в Сумпеле, а как иначе добраться? Японцы, немцы будут выпускать грузовички у нас в России, ребят. Никто уходить не собирается. А кто-то вот из новичков нарисовался вот так. Из новичков кто? Как та же самая компания Diver, которая достраивает дайвер. Считает, что у нас, во-первых, достаточно высокий... Есть много людей небедных. Во-вторых, они, конечно же... Ладно, что, все понятно, ребят. А мы что, смотрим и едем, как обычно. Ребят, едем на Газелье. Едем на Газелье, ребят. Так что... Так, тут, блядь, как вот, блядь, тут как? Тут я никак не пройду на Газелье, видите, все. Все, труба. Никак на Газелье не проедешь. Автобус загородил. А на Тойотке бы, я бы проскочил, ребят. На Тойотке бы проскочил, а на Газелье никак. Вот такие вот дела. Будут неудобства, очень большие. Блин, е-парасоте, но ничего не поделать. Так вот. Еду в офис, забираю документы. И там еще 4 заявочки у нас, ребят, такие небольшие. Буду учиться сейчас снимать видео на Газелье. Потому что, блин, на Тойотке это было поудобнее. Левой рукой и, как говорится, и руль держишь, и переключаешься. А тут все сейчас будет неудобно. Ну, ничего, ничего. Будем учиться, будем учиться. Ого, поехали, поехали. Поехали, поехали. Ладно, ребят, едем, смотрим. Все, ребят, мы на Газели. Блин, ну это чудо техника, короче. Ребят, шум просто непонятный. Ну, шумки понятно, что здесь нету. Какой-то металлический звук. Вот еду, какой-то металлический звук. Что такое? Слышите? Нет, вам не слышно. Двигатель-то сам работает неплохо, я его слышу. А еще какой-то металлический звук, блин. Ну, просто жесть. Блядь, неповоротливая, ребят, конечно, на меня и жопа. Жопа неповоротливая. Поворотливая. Вообще, блин. Да, под мостом сейчас проезжал у нас там на Баляево. Резкий такой поворот, 90 градусов. Блин. Две полосы занимаешь, едешь. На моей-то быстренько раз, повернул и поехал. А эту, чтобы повернуть, две полосы занимаешь. Да, длинная, очень длинная. Так, сейчас мы едем на отправочку, ребят. На отправочку. Одной рукой неудобно, как обычно. Фитяра, фитяра. Фитяра. А ты что не показываешь поворотник мой? Не показывают поворотники, ребят. Так. Что-то оживился тут зеленый угол у нас. Так, 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 так. Краунец, краунец. Ну, хоть здесь повезло немножко. Проскочили. Светофоры проскочили, ребят. Вот такие дела. Так, сейчас сделаем отправочку. И нам надо, блин, как-то срочно заехать. Эх ты, красавчик. И нам срочно надо сделать, ребят, колеса. Внутреннее колесо у нас сделать. Не дай бог там где-нибудь попадешь, будет жопа. Ну, ребят. Не едет он, представляете? Вот, вот. Я накатом еду. Блин, что-то он не катится ни хрена. Не катится. Шум, слышите? Как будто двигателем тормозишь. У-у-у. Что за гул? Слышите? Вам, наверное, не слышно? Блин, чудо техника. Ну, я пришел в офис. Мне директор говорит, ну, че, как там? Я говорю, че, как? Ничего пока, говорю. Пока, я говорю, не знаю. Надо недельку хотя бы поездить. Протестировать ее. Что, как, да зачем. А потом уже будем делать какие-то выводы. Сейчас пока, я говорю, не знаю. Блин, че за гул непонятный. Непонятный. Опа! Конечно, помягче идет, конечно, чем мой козлик убитый. Помягче идет. И двигатель вроде работает нормально. Но какие-то вот эти посторонние шумы меня просто напрягают. И непонятные шумы. Опа! Переключились. Еду, короче. Две полосы занял, ребят. Две полосы. Блин. Я еще очкую, короче, близко брать левую полосу. Что-то очкую, короче. Ну, по правой, как хорошо было. С правой стороны бам, и все. Так, тут что-то накладка какая-то. Опа! Колодец. Есть такое дело. Есть такое дело. Так, надо левее, короче, взять. Тут что-то совсем, совсем все плохо. Ай-яй-яй-яй. Проехали, проехали мы. Так. Вот сцепление выжил. Какой-то огол идет, как будто, не знаю, из-под левого колеса откуда-то оттуда. Непонятно. Ладно, хороший звук вон наружу вылезет, ребят. Как всегда, да? Да. Так, все, вчера с вами поговорил, ребят, друзья мои, пообщался, и все. Потом через полчасика пошел, короче, чайку попил и лег спать. Что-то утром встал, что-то опять не выспался, ничего не пойму. Ну, потому что привык немножечко, как говорится, когда выходные, обленяешься чуть-чуть, спишь подольше, чем обычно, и уже не высыпаешься. Да и поздновато ложишься спать, надо до 12 ложиться спать, чтобы высыпаться. После 12 ложишься, уже все, ребят. Уже так не высыпаешься. Так. Мы встанем в первую полосу, нам потом направо на кольце. Блин, я так очкую, ребят, серьезно, левый руль. Я, конечно, чутка, блин, чутка еще не привык. Надо привыкнуть, надо пару дней хотя бы поездить. Хотя бы пару дней поездить, тогда будет нормально. А так что-то правую бровку ловить не хочется и бордюры. Так что немного расстояния глазомера беру побольше, чтобы не ошибиться. Так, ребят. Оп, 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 оп. В ДВ-трек приехал, тоже пацаны все скучают. Короче, тишина. Тишина. Никого нету. Бывает такое, да? Никого вообще. Один автобус стоит и все, больше ничего. Так, что там? Две заявки уже сделали. Блин, часов тут нету плохо. Где часы? Нет часов в Газели. Как так? Надо на на магнитофоне установить часы как-то. Как-то сделать часики. Оп, оп. Солнечный Магадан. Да, солнечный. Что-то я заехал, даже охранника не было. А нет, все. У него было открыто. Просто заехал, он даже не выходил. Что-то. Даже не посмотрел. Так, где он? Сейчас выйдет. Так, что у нас на бензе подорожало? Нет. 92, 42, 99, 95, 43, 99, ДТ 47, 0, 9. Ну, 47 рублей ДТ нормально. Нормально. Так, едем. Сейчас на шиномонтажку надо, ребят, заехать срочно. Пока время есть, пока ничего не случилось. Так что, едем. Едем, подписываемся, ребята. Едем, подписываемся, ставим лайки, поддерживаем канал. Так, Mercedes проехал. Какой-то шум непонятный. Вот окно открыл, едем. Что за шум? Слышите? Олибудка так гремит. Ничего не понятно. Тут-то где-то горит. Ребят, что-то где-то горит, что-то где-то горит. Ребята, поехали. Это, блин, такая стабилизация. Стабилизация. Куда-то поехали. Сейчас на заправку заехал, там, знакомые заправщики. Говорит, тебе что, Игоря? Он говорит, на козель пересадили. Я говорю, да. Он говорит, ни хрена себе, говорит. Нас, бог миловал. Он говорит, мы никогда, говорит, не ездили на газелях. Я говорю, ну вот, буду сейчас ездить, говорю, буду вам, говорю, рассказывать, какие с ней чудеса. Она говорит, так как у нее двигатель? Я говорю, вот тут только двигатель-то, Игорь, нормальный. Остальное, говорю, я не знаю, будем, говорю, проводить тесты у нее. Не знаю, говорю, как. Она говорит, понятненько, понятненько. Вот так, ребят, сегодня на газеле. Блин, ну так снимать неудобно. У меня же настроение упало, ребят, настроение упало. Блин. Ну надо как-то. Как-то надо. Надо пару заявочек, короче, сделать и быстренько на шиномонтажку съездить. Быстренько съездить на шиномонтажечку. Да. В принципе, можно вот тут по пути заехать. Я не знаю, он делает, не делает, он такой непонятный мужичок. То делает, то не делает. Не знаю, дорого у него нет. Колюсикой сделать. Там-то, где мы делали, там нормально. А здесь, может быть, и дорого быть. Закрытый он, ребят, шиномонтажка проезжала. Тут у нас закрыто. Чего он закрыт, непонятно. Непонятно. Ну ладно, будем тогда все-таки как хотели в ту шиномонтажку поехать, в ту и поедем. Так, трубы куда-то везет. Эх ты. Эх, погнали, погнали. Погнали, погнали. Так. 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 Не могу еще габаритом, блядь, привыкнуть, ребят. Очкую, короче. Очкую, очкую. Славик, не очкуй. Славик, не очкуй, что ты очкуешь, все будет нормально, да? Все будет нормально. Подожди, да, я проеду, а потом ты, а потом проедет КамАЗа, КамАЗа. Тоже советский автопром, КамАЗа. КамАЗик. Тоже все что-то, блядь, подвеска, все гремит, короче, ребят. Все гремит. Все гремит. Куда, вот, куда, куда, куда ты, куда ты на приусе, блядь, летишь, блядь, шары в лоб. Таксисты, вы что, блядь. Таксисты. Тут здесь удобно, да, с левой стороны, когда направо поворачиваешь, конечно, удобно, голову усину, все тебе видно. Тут вопросов нет. Есть свои преимущества. Но, но, но. Остальное все говно. Но, но, но. Ладно, ничего. А то мне там, вчера разговаривали, кто-то начал там, не надо обсирать наш автопром. Ну, а что его обсирать? Обсирать не надо, но просто плюсы-минусы. Говорить и все. Делать выводы. И все. Когда ты ездишь сам, тогда тебе все понятно, что с машиной. Может, она вдруг будет вести себя хорошо. Может, до этого просто наездник был, бестолковый, блядь, убил машину там всякое. Наездники-то всякие бывают, сами понимаете. Есть нормальные водители, а есть, блядь, просто одолтелые, блядь, дебилы. Так что, что тут сделаешь? Без этого никак. Все нормальными водителями не могут быть. Так, сейчас ребятам, наверное, сначала отвезу фильтра, а потом уже... Да едь, ну что ты, что ты, что ты, никто, кроме нас. ВДВ. ВДВ. Красавчик. ВДВ красавчик. Никто, кроме нас. Да, есть такое, есть такое. Да, потом мы ДВ Торг отвезем и потом поедем, сделаем, ребят, машинку заскочим. И нам надо будет заехать человеку посмотреть пружины. то он меня уже третий год ждет. Третий год ждет, уже человек начинает обижаться. Ну, обижаться не надо. Все вы понимаете, что я работаю, ребят. Вы меня поддерживаете, и я тогда освобожусь от работы и буду делать ваши заявки, ребят. Буду делать только ваши заявки, какие будете просить. Ну, что смогу, как говорится. Не то, что там, иди туда и найди то, не знаю, что. А так реально все. Все можно найти, все можно отправить. И бампера, и двери, и все, что угодно. И те же двигателя, и стойки, и все, все, все. Но надо, чтобы было на это время. На этом зарабатывать и было, чтобы время. А так не получится. Так, видите, работаешь, еще пересаживаешь с одной машины на другую. Один Гроуд старенький тоже. Блин, там к ребятам сейчас тоже подъезжать неудобно будет. На своей-то я там свободно подъезжал. А на этом корыте широкий, очень широкий и длинный еще, к тому же задница торчит отовсюду. Неудобно. Эй-эй-эй, да! Да! Что-то не выспался сегодня. Бамбушки, дедушки. Блин, сцепление, конечно, ребят, тугое сцепление, блин, вообще. Сцепление тугое. Но машинка едет. Ну, видите, вот, летит Дашему газу. Конечно, Каменс хороший движок. Тут ничего не скажешь. Вот сколько он еще будет у нас литров жать на 100 километров надо еще определиться. Дурилка там, тяжелый. Сколько он жрать литров будет. Вот сейчас он мне показывает. Сейчас он показывает. 22 литра на 100 километров он. А это на третий, блин, ребят, представляете, думаю, что он так плохо едет. Он на третий. Вот он мне сейчас показывает. Я не знаю, надо разобраться с этими цифрами. 22 и 2 литра на 100 километров. Вот сейчас я еду, короче. Сколько чего непонятно. 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 Сколько он есть бензина. Будем смотреть, что будем смотреть. Будем засекать. Не уж он больше двадцатки живет. Я не знаю. Все может быть. Ребят, сейчас будет неудобно. Я выключусь. Поворачивать неудобно будет. Так, тут что у нас ДТ 47 64 92 42 61 95 42 ой 43 52 и 101 69 рублей. Вот ребят, кто-то меня как-то спрашивал, помните проезжали. 69 101 1 69 рублей, ребят. Вот такие дела. 69 рублей, 101 кто-то же его заливает, ребят, заливает. Подскажите кто. Сейчас с ребятами разговаривал. Колодки, которые мы привез. Выскочили все, короче, посмотреть на газели, ребят. Выскочили все, и директора, и менеджеры, и кладовщики все, короче, такие, угорают, короче. Ну, что, Игорь, ну-ка, покажи двигатель. Я говорю, да двигатель здесь, пацаны, ништяк, турбовой, каменс, говорю, нормальный, а все остальное, ну, так поглядели, говорят, да, жопа, жопа, Игорь, я говорю, ну, что сделать, будем ездить, будем тестировать, буду вам все рассказывать, давай, давай. Ну, так водитель посидел, посмотрел, говорит, ну, да, тут, говорит, места столько, говорит, что, как коробка, я говорю, ну, что, короба, говорю, Волговская, говорю, что, говорю, да, я говорю, да, он говорит, ну, они как штамповали, штамповали с 80-х годов, говорит, куда-то их надо девать, нахуй, замок, на капот открыли, замок капотный, говорит, ну, тоже, говорит все говорит это от старых машин конечно их наштамповали куда деваться это у меня на мерседесе нету такого регулировки фар это у тебя даже есть ну да и педаль у меня электрическая да ты чё я говорю да вот поменяли постояли по угорали немножко ничего немножко привыкнешь зато у него преимущество салон большой и тепло говорю пацаны да удачи тебе я поехал удачи спасибо пацаны спасибо на добром слое а расход я ему показал гре да то есть такой говорит расход по городу 22 литра 22 литра ребят вот такие дела но это скажем так существенного конечно много но тяжелая машина большая тяжелая 22 литра показывает расход она ребят едем это тут неудобно оба оба я приехал машиномонтажку колесика сделать ребят я сделаю там вот такой смотрите делика какая обалдеть да вот музыкозаборник какой у него тут сделаны эти номеров как у него на это вообще пара под поворотника что-то нету видно разбил какие у него колесики стоят лицам горит делает где там я сам это парень это или мужчина я четкий такой и в куасахи у него стоит какой верхний у него воздухозабортник какой у него ну такая делика ну а по бездорожью конечно просто шикарно наверно где-то люди ездят по каким-то по каким-то местам становить и усилитель у него все у него тут выхлопная какая фаркоп какой стоит не могу прочитать какие у него там стоят а мортики такие прикольные конечно усиленная видите газовая газовая пружины там такие здоровые стоят ну да усиленный усиленный со всех сторон усиленный прикольный прикольный вот такой вот увидели на ребята на эту стояночку заскочить которым говорил у нас автовокзала вот смотрите вот эта саярушечка которая 2 года 2 года 565 тысяч рублей 2 года двухлитровая 4 воды но она такая вообще в отличном состоянии такая хорошем состоянии она закрыта на литье хорошем состоянии вообще видно по ней что она высокенькая ничего там не видно чтобы она была ржавая нормальная такая ничего такая один хозяин полная пошлина один хозяин ребят но она видно по ней что она ухоженная машинка да ухоженная машинка нормально вообще один хозяин был 565 тысяч рублей вообще окей и вот еще я вам показывал показывал видели нет но это 98 года тоже двухлитровый бензин автомат 4 воды 2 хозяина было еще не но по себе 315 рублей нормально да нормально 315 состоянии хорошие 98 года тоже хорошие хорошие даже не подкрасывали вот люди говорят даже не подкрашивали есть вот такая вот хундочка это 185 рублей первого года 1 и 3 1 и 3 а это я вам показывал краун краун девяносто первого года 90 легенда легенда автопрома 91 год двухлитровый бензин 145 тысяч рублей я говорил 125 он 145 5 тысяч рублей но он такой прикольный весь затонированный но это и ностальгия 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 по 90 но ребят садишься в него конечно просто шикарно себя возить любимого просто такой тряпочный у него салончик прикольный автоматик тут у него вонючка прекрасная такая узко но четко я сразу вспоминаю 90 гоняли на них более под себя возить на работу с работы просто милое дело до время не жалеет где-то ржавеет где-то что-то но это легенда это легенда жеки все и поехал да 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 я знаю я знаю без отказ на техника да да я говорю под себя и ребятам снимаю как ю тубе они горят игру под себя то просто мило дело где-то конечно такие деньги за такие деньги вообще взял и поехал просто скину не сходил да и все да 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 два раза не бухнул и все ездили возили я говорю туда это легенда вот такая машинка так это у нас mpv да это девяносто шестой год им перед два с половиной триста десять тысяч рублей да она ну тут это это уже на любителя это уже на любителя это уже на любителя ребят так чем у нас еще это не продается походу потом вот такая маленькая стояла я в тот раз снимал но видите не получилось у меня 2003 года 1 и 3 бензин автомат 4 vd 245 тысяч рублей полная пошлина 245 тысяч рублей но я бы лучше крауна взял ребят всем привет я бы лучше крауна взял да ну этот ржавый вообще конечно просто корыто но зато вода в кузове не будет воды в кузове не будет но он такой ржавчинки есть грузовичок летать за витаясь витаясь да он 95 года двухлитровый механика бензин 4 vd 315 тысяч рублей такой 315 тысяч рублей я показывал да даже уши сгнили я бы такой конечно бы не собрать этот хасик уже давно стоит вот грузовичок стоит да ребят это двухкабинечек у нас 4 vd 2001 года 2 и 7 дизель механика 4 vd 725 тысяч рублей ну ну по мне так уже будет как бы дорого я такой ну и кузовок у него маленькие двухкабинечек ну смотря для каких целей если здесь возить просто имеется ввиду дизель генератор какой-то и на какие-то работы ездить может быть это было бы прикольно так это 2003 года атлас 32 дизель механика 4d полная пошлина 745 тысяч рублей 745 тысяч рублей он такой я его как бы досмотрел в такой неплохом состоянии хоть и третьего года третьего года но неплохое состояние у него неплохое ребятам стене это фильтр у него топливный стоит привез какие-то древишки разбиты но такой и потом у нас вот этот сбудка четвертого года титан четырехлитровый дизель механика задний привод один собственник 625 тысяч рублей один собственник 625 тысяч рублей ребят вот такой кабинка откидывается 2 аккумулятора значит у него на 24 вольта будка сзади такая бу . такая но и он нормально 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 для этого года он нормально вообще нормально нормально рессоры нормальный у него нормальная глушитель тоже в порядке ну немножко где-то конечно подкрасили где-то что-то ну так салончик не сильно он убитый нормальный для работы работал нормально чё поработал да поработал чё нормально бу . вообще до четвертого года четырехлитровый ребят ну вот такие вот такой обзорчик буст кого нет но это все на любителя кто что любит ребят вот так вот небольшой сделал обзорчик вам конец рабочего дня так все едем смотрим ребят вот такой ребят небольшой обзорчик вам вот такой небольшой так это наш автовокзальчик ребят едем 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 смотрим едем едем смотрим едем едем смотрим ну а тут станут тусан ай-яй-яй что вот такие делишки так что можно из бушных взять тоже не у всех много денег так что из бушных можно взять здесь у нас китайцы здесь у нас китайцы зато нам сюда надо будет самбери ехать ребят самбери надо будет ехать завтра в ордо завтра поедем на седанку на седанке давно не были на седаночку съездим и потом вот этот самбери заедем на газельки на газельки на газельки на газельки да так что это ете ладно чего теперь черт себе ладно едите 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 так вот так вот ребят рабочий день у меня заканчивается как говорится всем всем спасибо кто смотрит всем спасибо кто подписывается всем спасибо кто поддерживает ну маловато кто поддержит ну все равно поддерживаете все равно спасибо все равно ребят спасибо большое от души просто все равно для меня и 100 и 200 рублей деньги так что всем спасибо большое может когда-нибудь начнем и зарабатывать как говорится сразу все не бывает сразу не бывает как-нибудь 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 что такое что такое что не едем все такое я включил пятую не могу еще приучиться скорость включать ребят пока к этому ко всему привыкнешь но тепло зато тепло зато тепло и радио работает вот и все нормально нормально солярис солярис видно свеженький солярис 16 свеженький даже солярис ух ты разогнался как его не поймешь как он работает то были так что-то тупица то блин бывает нажмешь немножко педальку он ушел аж рвет аж рвет на что-то темняется у нас уже рановато уже рановато время уже пять часов уже попу попу поп попу 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 поп чуть солярис жопу не въехали сейчас бы была газель первый день выехал и сразу вария сказать то те ездок в 하지만 и что ездит хорошо на профессионал бля народу поугарал да ребят Да, чё? Видите, переключиться не могу Пришлось левой рукой переключиться Таким, бам, и всё Оп, оп, оп Так что вот такие вот Дело, ребят Чё-то сегодня немножко туплю Так что вы извините Немного, чё-то есть чё-то И сказать нечего И чё-то как-то заторможенный Не выспался из-за этого Сегодня пораньше лечь спать Чё-то торможу, торможу, ребят Так что извиняйте Всё будет нормально Памятник этот старинный Так что Всех благодарю за подписки Всех благодарю за поддержку, ребят Всем самое главное на моём канале Это здоровье Счастья, любви И фарту немного Без него тоже никак Без фарта тоже Будешь здоровый как бык А фарта нет Ну, блин Тут не повезло Там не повезло Скажешь, ну нахрен Она мне здоровья Не везёт Ёбанзимей Так что всем здоровья И фарту, ребят Так что Там, в общем, на капоте Да, я посмотрел Там шумка стоит И сюда Ну чё-то какой-то шум Всё равно Шумная-шумная машина Такого нету комфорта, конечно Ну получше, чем на моих дровишках Там Но всё равно Я ожидал Получше, конечно Ну и ладно Так сойдёт Так сойдёт Вот коврики надо придумать Что-то с ковриками Блин Коврики где-то надо найти Какие-нибудь газелевские Будет тогда нормально А газелевские надо Только газелевские Автобус 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 60 Эти, смотрю, сидушки Короче Они не откидываются, ребят Что-то я так смотрел Смотрел Думал, как они откидываются Не откидываются Они, походу, не откидываются Как на месте прикручены Так и стоят Это плохо А если спать захотел Как спать Тоже неудобно Блин Ну ладно, ребят Чего На сегодня будем заканчивать Всем пока-пока Как говорится Всем здоровья Любви Счастья Фарту, ребят Всем спасибо Что вы меня смотрите Что поддерживаете, ребят